Следователи, арии, русы и славяне. Есть такой человек у нас? Есть, есть. Есть, есть. Который филопируется. Тема, видимо, она в различных аспектах сейчас витает, и многие о ней говорят. И вообще в последние годы столько исследований появилось. С новым фактом, что в исторической науке, что академическая наука, собственно, не успевает за обобщением этих фактов. Поэтому я, как независимый исследователь, попытаюсь какие-то первые намерки обобщения сформулировать. То есть, что мы имеем? Вот предыдущий докладчик уже назвал источник изучения пристально древних языков, то бишь Руницы, Вересовицы и других аспектах. Также есть большие успехи в археологии. Достаточно вспомнить Костенко, которым по последним уже исследованиям ученых и с привлечением американских ученых доказано, что 50 тысяч лет. То есть, это настолько уникальный памятник археологический, что равного ему в мире больше нет. То есть, где-то уже даже идут разговоры, чтобы признать его прародиной вообще всего человечества. Ну, далее здесь была упомянута книга Вереса. Это тоже колоссальный документ, который в 90-х годах деятельностью Асова и другими учеными вышел на орбиту исследований, но академической наукой пока не признан, но тем не менее дает очень богатый материал. Ну, и, наконец, последнее, это ДНК-генеалогия. Это настолько большой прорыв этой науки, собственно, принят еще и десятки лет, что делает историю, саму историю наукой. То есть, можно уже говорить не как о истории, как историографии, а как историологии. То есть, история выходит на новый уровень науки. То есть, теперь, изучая само человечество, мы видим, что на фоне природы есть различные породы людей, то, что изучается расами и подрасами. Далее есть различные народы, что в первую очередь делится благодаря различным языкам. И, наконец-то, последний аспект, который до недавнего времени был вообще неизвестен, но он полностью с научными всеми методами выявлен на уровне ДНК, что есть запись родов. То есть, все человечество делится на рода. Их всего наукой выделено пока 20 родов, но при ближайшем осмотрении многие рода являются синтетическими. Поэтому не будем все рода, естественно, рассматривать, а становимся на нам близкой нашей территории России. То есть, а точнее, даже Европы. Поскольку евроцентризм, который царит давно и в философии, и вообще в науке, немножко, конечно, не дает объективного взгляда. А если присмотреться, то что такое Европа? Европа – это всего лишь часть Азии. Более того, самому термину «Европа» появился из мифологии во времена Авраама. То есть, две тысячи лет назад. До этого вообще такого терминга не было. Поэтому Европы, то, что считают себя пупом или центром мира, на самом деле является всего лишь Западная Азия. То есть, так же, как мы можем называть Дальний Восток, так мы можем называть Дальний Запад. Это и будет Европа. Далее, в исторической науке принято, что на севере это были охотники, рыболовы, то есть, некоторые народы, которые непонятно, собственно говоря, столько времени научно к чему их привязать. И только ДНК генеалогии дает понимание, что это, собственно говоря, тот род, который обозначается буквой «И». Это автохоны. То есть, это аборигены, изначально жившие в Европе. И похоже, по последним данным, что они вышли из Костенок, как раз колонизировали всю Европу. И то, что на Западе называется грамманьонским человеком, собственно говоря, это и есть род «И». С юга двигались рода, в первую очередь, род «Джи» и «Ж». Это рода земледельцев. С ними связана эпоха неолита, когда возникло производящее хозяйство. Это всего лишь пять справедливых тысяч лет назад. И, наконец-то, усилиями археолога Гинкас на Западе сейчас уже царит концепция, что был и третий источник. Он не отрицается. Более того, в английской энциклопедии это считается основной источник европейцев. Это движение скотоводческих племен, кощевных племен, с Востока, то есть из Средней Азии. Но только теперь ДНК, генеалогия, дает возможность, собственно говоря, определить, а что это за народы, что это за города. И вот оказывается, что те народы, которые пришли на территорию то, что мы сейчас называем европейская русская равнина или Европу, это совпадает по ДНК генеалогии с теми же самыми родами, которые назывались индо-арией в Индии. Но, собственно говоря, вот так вот и возникло. Этот термин никто не придумывал. Так и возникло, что просто перенесли название Арии, перенесли на те рода, которые пришли на территорию, где мы сейчас с вами находимся. И тем самым получилось, что мы теперь понимаем, что Арии-то находятся именно на территории Руси. Причем современная карта дает нам генеалогические карты, которые уже появились, дают возможность проследить и оценить, что чем мы движемся ближе на запад, к Британским островам, тем процент этого рода арийского, то есть он обозначается как Р1А, уменьшается и доходит до нуля в Ирландии и в Шатрандии. Тем самым мы по-новому опять можем взглянуть на историю Руси, откуда ее источник. ДНК и генеалогия дают возможность не только определить направление движения родов, народов, то, что историки путаются всегда, историки знают, где какой народ живет, но и для них проблема векторная, куда народ шел, потому что передвижения, миграции были очень большие во все исторические времена, и определить, куда народ шел, на запад, или он шел на восток, очень сложно. ДНК и генеалогия и здесь дает возможность определить, что было два потока. Первый поток шел, само происхождение уже Алиц определяется на данный момент как Алтай, это священная гора Беруха, вот связан вот этот регион. И дальше было два потока. Первый поток, южный поток, через Анатолию и на вулканы, это 7000 лет до нашей эры. Второй поток, менее известный, но последние исследования показывают, что он даже более важный, это поток, который через Урал, то есть похоже по реке Кама, Кама само древнее, арийское название, потом в санскрите это было как Кама, вы знаете, это любовь, была колонизация самой европейской или русской равнины. То есть русы оказывается, живут на нашей территории и значит очень давно. Это один из подродов уже арийского рода, которые пришли по северному пути. Те же арии, которые пришли по южному пути, они уже сейчас определяются как вены. И с 95-го года уже состоялись конференции и это уже признано, что вены это другая ветвь рода ариев, и они как раз жили в Европе. И собственно, если забегали вперед, немного вперед, это и является предками прото-соровян. Те же сервины поток арии, которые называются русы, они заселяют всю нашу европейскую часть России и теперь становится понятным археологическое происхождение, археологической культуры бутовской. Бутовская культура всегда была садняком, стояла в исторической науке, ее не могли идентифицировать, поскольку единственное, что могли сказать, что жили охотники и рыболовы. То есть, это одно другому не противоречит, но это именно жили русы. причем племпсискульптуру она сохраняется, начиная с 8000 даже до новой эры. То есть, определена уже сейчас на сегодняшний день метеорологами точка мезолита, то есть ухода ледника, это 9600 год до нашей эры. Это есть та точка, когда возник мезолит, и когда начали перемещаться, колонизировать русскую равнину, именно русы. Далее. Существует четкая преемственность культур. Бутовская культура. Бутовская культура перешла в Воросовскую, Воросовская Фатьяновскую, потом Абашевская, Скифская и так далее. То есть, на нашей территории Руси испокон Вихлов живет один и тот же народ. Вот это очень важно подчеркнуть. Причем русы, арийские народы по изучению Кресова есть деревни, где до 100% живут ареши. Ну, а так, если взять по всей местности, то наибольший процент их представляет как раз в нашем Волго-Окском Междуречии, то есть, это Владимир, Иваново и так далее. поток, который южный поток, поток Венов, это поток, который, это Троянский поток, во времена Моисея, когда были катаклизмы в Европе, они пришли на Балтийское побережье, здесь вот возник поморская культура, так называемая, из которой потом постепенно складывалось прото-соровяне, причем здесь наблюдается интересная такая линия, это Аркона-Аркаин, чувствуете даже созвучие, Аркона-это сакральный центр соровян палапских, который сейчас пристально изучается, причем германцами, и Аркаин, который тоже наши отечественные ученые, причем если вы проведете линию Аркона-Аркаин, она пройдет через Москву, это тоже любопытный такой факт. Да, то, что извините, времени, конечно, мало, но нужно сказать, что главная мистерия, это мы так посмотрели только немножко однобоко, главная мистерия происходила, был четвертый поток, это были так называемые эрбины, то есть род R1B, и вот это мистерия, которую ждет своего исследователя определить, как получилось так, что эрбины после ноевого потока завоевали всю Европу, выгнали все народы, то есть являлись хищниками фактически, по-поршнему, являются хищниками, и достаточно привести пример отцы, которые помните в вальпах нашли убегающего, то есть они завоевали всю Европу, то есть что мы имеем в результате, в результате мы имеем, что в Европе в основном обитают это именно потомки этих эрбинов, это народ хищники, арии обитают как раз на территории Руси, и поэтому сами понимаете, все нацистские розынки, они не то что несостоятельны, они теперь уже просто антинаучны, соровяне с этой точки зрения это немножко получается другое направление, у соровян там получается смесь с автохонами родом и смесь с уграми вообще сама Словая Русь может быть расшифрована как рубеж углов и соровян то есть есть полоска в нашей серединной полосе именно русов и лицев на севере углы на юге соровяне и поэтому конфликт с Украиной он имеет под собой какие-то основания давайте поздравляем пожалуйста у вас можно спросить вы знакомы с книгой или хотя бы слышали хроника Ура Линда Германа Вирта я в свое время давно читал в 90-х годах когда Дугин ее перевели ну достаточно сказать кто не знает то Герман Вирт это первый председатель АНВР в 35-м году в 37-м году то есть и я хотел бы вам одно сказать про Эрбина вот кстати Анатолий Андреевич показывал плюс она недавно вышла история Ариев и Эрбинов Р1А и Р1Б так вот я ему задавал как раз вопрос тут даже есть свидетели которые слышат по поводу экспертизы которые они провели трехтомник вышел экспертизы в Велесовой книге да он говорил мы неправдоподобность искали мы около 100 подчеркиваю это его слова дословно Валя слышал мы проверяли 100 гипотез которые были различные и ни одна не была правдоподобной которые говорили что это новое дело то есть ни одна не подтвердилась вот это я вам говорю с честной совестью ученого как раз сказать спасибо 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 спасибо